Социал-демократы не согласны с мнением финансовой комиссии парламента и коалиции о социальной ориентированности приготовленного бюджета в целом, требуя повысить детское пособие, которое в течение 10 лет составляет 300 крон или смехотворные 19 евро. Мы говорим об этом, что минимально три раза, потому что если смотреть 10 лет назад 19 евро, и сегодня 19 евро, почти разница трехкратная, что можно купить на эти деньги. Однако, по мнению председателя финансовой комиссии и депутата АТРЛ Свена Систера, поправки, представленные соцдемами, являются по сути популистскими и бессмысленными в целом, поскольку в них нет финансовых расчетов. Довольно много поправок было, можно сказать, прямо незаконно. Я имею в виду того, что те, которые делали поправки, пришли к выводу, что в следующий год, может быть, будет дополнительно 30 или 50 миллионов евро. Никаких анализов нет. Просто люди говорят, что мы думаем, мы не можем так бюджет принимать. Впрочем, один из вариантов источника доходов для повышения детских пособий был упомянут. Повышение подоходного налога на 5% для тех, кто получает больше 14 тысяч евро в год. Систера отметил, что в силу различий партийных платформ, коалиции и оппозиции такой шаг совершить невозможно. Сейчас проходит реформа детского пособия, благодаря которому нуждающиеся семьи будут получать пособия больше. Семьи, где детей больше двух, будут получать еще больше. То есть для некоторых пособия у троицы. Конечно, было бы здорово и повысить для всех. С этим, я думаю, согласны все в зале. И если бы было понятно, откуда взять на это деньги, то я думаю, что все бы проголосовали за. А по словам центристов, они предпочитают обсуждать более реальные проекты. По всему видно, что коалиция не идет на уступки и госбюджет останется в первоначальном виде. Поправки, которые внесли мы, имеют реальные возможности для воплощения. Это возможность детским учреждениям содержать логопедов и других социальных работников, выделение дополнительных средств на ремонт и строительство дорог. Очередное обсуждение поправок к бюджету началось сегодня в 5 часов вечера и продолжится до завтрашнего утра. По мнению Сестера, коалиция не готова идти на компромисс, так что некоторым истоноземельцам предстоит растить и образовывать детей по-прежнему на 19 евро в месяц.